Детский отдых должен быть безопасным не только в лагерях, но и во дворе. Так считают активисты Общероссийского народного фронта. Общественники провели рейд по детским площадкам города и выявили небезопасные места досуга. Детская площадка у окружного тубзиспансера – единственная игровая зона для ребят, которые проходят здесь лечение. В основном это дети от 2 до 13 лет. Как выяснили члены Общероссийского народного фронта, на игровой площадке особо не поиграть ни малышам, ни школьникам. На низких качелях можно травмировать ноги, а из короба для песочницы торчат гвозди. Ничего не надо было этого допускать. Уйдет ли это? Где у вас новый песок здесь? Ну вот это чего такое? Я вот сразу вижу, что дети, которые у вас на лечении, они вам не стали родными. Перевести в порядок игровую зону можно и без больших затрат, считают активисты ОНФ. Было бы желание. Исполняющий обязанности заведующего детским отделением тубзиспансера Джарахум Раджабов попросил поддержки в благоустройстве территории. Беседку, чтобы и летом под тенечком, и зимой, чтобы снег не попадал. Вот на 17-й год ваш бюджет, вот это и будет заложено, что здесь появятся вот эти веранды, рекреации, где дети со слабленным здоровьем. Спасибо вам большое. И в дождь могли пройти погулять. Также гости предложили свою помощь организации досуга детей. Например, вывозить группы на экскурсии в музеи и выставки. Мы за то, чтобы дети получали достойную жизнь, даже пускай в стенах тубдиспансера. У них должна быть своя игровая хорошая площадка, потому что дальше неё они не выходят. У них нет своего автобуса, куда бы их свозили, даже куда-то в город, на выставку или на детский праздник. В непригодном состоянии находится и одна из немногочисленных футбольных площадок в Качгарте. В прошлом году сотрудники чистого города установили там ворота и поставили ограждение. Вот только специального покрытия не предусмотрели. Дети гоняют мяч и играют на песке, где полно камней и стёкол. А вот здесь вот по проекту планируется бетонная подушка и травмобезопасное покрытие. На сегодня средств нет. И вот мы пытаемся добиться, чтобы средства нашли и сделали всё-таки детям площадку полноценную. По словам Виктора Синявина, большинство проверенных общественниками спортивных и детских площадок находятся в удовлетворительном состоянии. Замечания не будут работать обслуживающие организации. Дмитрий Марков, Антон Водряков, Телеканал Север.